добрый день друзья у нас начинается весна снег еще лежит но вот остатки зимнего цветения хотела вам показать как я обычно делаю на своем канале зимнее цветение орхидеи считается самым пышным в этом году она мне пореже чем обычно нижний этаж стеллажа не цветущий все потому что я в двадцать втором году довольно большое количество орхидей взрослых продала раздала потому что менялись вкусы приоритеты это соответственно малыши тоже мне цветут прекрасно но это уже не такое пышное цветение конечно как у взрослых давайте потихонечку все покажу и расскажу давайте начнем с красавца лека очередное домашнее цветение шикарнейший сорт он у меня еще из мутации видите рисунка у него очень много вот этих сплэшей сорт голландский взрослые цветет стабильно часто цветы держит подолгу распускается рыженьким потом немножечко розовеет какой красивый лека даже белые сплэш и очень красивый сорт и большой огромный потенциал у него ведь это все один цветонос разветвленный если сомневаетесь берите рекомендую этот сорт просто хватать в коллекцию несмотря на то что я любитель мутантов до бабочек пилоров три липсов бабулеточек мне очень нравится лека и я вполне удовлетворена им скажем так в обычном виде без мутации но там классный но конь надо иметь ввиду что сорт крупный спанч-боб первое цветение цветет но вместе полтора наверно уже посмотрите он конечно под выгорел но он не стал белым только бледно-бледно-желтый говорят что долго держит цветы этот сорт и любит доращивать мне пока не доращивает но цветок цветы держит довольно таки долго размер цветочка крупный очень нравится рисунок только прям тест родших а кто что увидит я вижу какого-то не знаю паука классный не разочаровала и размер цветка и губа какая посмотрите восторг красивый сорт я довольна а кто-то малышка мультифлора первое цветение так сорт розе 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 иксирос о вспомнила эта малышка от садовника сон я мне она досталась в качестве выигрыша я даже не знал что расцветет и вот подарила она такой вот мне красоту посмотрите какие сплэши невероятно красивый сорт цветочки мелкие но это мультифлора вы посмотрите что она выдала в первое цветение это крошечка вот она что же ждет дальше страшно представить уже отсушила правда один цветочек но довольно долго держала все цветы ни один бутон не отсушила во время распуска очень старательная малышка я довольна смотрите такие как пилорчики даже есть цветочки есть более раскрытые бабочки сорт интересный распускается с желтым потоном желтоватым но довольно быстро моментально практически розовеет белорозовый становится но это ее совершенно не портит малышка малышка александра почему малышка потому что это принципе нужно малышка конечно тоже взрослые растения вот и третье цветение у нее но первое у меня это голландский сорт случайно мутация бывшая хозяйка купа покупала александру как подростка голландия в торфяном стакане и у нее два цветения это малышка процвела бабочкой к слову девочка это не любительница бабочек и вот мы с ним менялись на бабочку другую то бабочка и пришлось по душе и вот александра у меня зацвела нравится мне ее форма нравится вот это рюшистость нравится то что лепесточки вперед смотрят я очень люблю такую форму бабочки давно держит цветы было четыре цветка один уже сушил хорошая девчонка я очень довольна ну то что похоже на клеопатру я думаю и так видно единственного клеопатра желтый потом александр и он сразу такой вот белый идет тарина пабуле . тоже не первое цветение домашние сюда цветет мутации очень нравится у тарина именно эта форма мутации но еще нравится бабочка конечно ярко красивая венозная но многие архоманчик не любят венозные орхидеи я люблю мне нравится венозность цветки порядка семи сантиметров так на глаз нравится что не капризничает сюда мутации сорт достойный довольно таки простой недорогой можно купить без проблем его в этой мутации мутации бабочка конечно потяжелее его будет найти прекрасный спорт леопард именно это растение от микки был у меня еще спорт леопард от ее в гифон он расцвел трипсом а вот эта бабочка от микки она иногда выдает полу бабочек на полу бабочные полу трипсовые цветы но основном все таки бабочки у меня я его оставила в коллекции очень мне нравится даже когда он нестабильно цветет смешивает мутации он очень красив цветки крупные яркие распускается более более темно вот этот красноватый оттенок потом постепенно выгорает но это его совершенно не портит нежный нежный такая ванильная зефирка с малиновым джемом очень красивый цветки крупные прямо богатый сорт роскошный мутации невероятно красив розетка крупная он уже мне хорошо так подрос растила его практически с власть сочника ему уже года наверно три у меня он живет вы рассмотрите до хорошего такого размера с 35 так дальше у нас чарлен rainbow великолепная красавица уже давно цветет распускается более рыжий потом розовеет желтые щечки сохраняет как видите не потеряли цвет давно стала более розоватый но такой знаете лососево-розовый цвет был больше лососево-оранжевый при распуске опять же вот это выгорание и и не портит мне он мне нравится она в таком виде лепестки вперед то что я очень люблю безусловно сорт имеет место быть в коллекции стоит он недорого продается у продавцов азиатских орхидей ловите ухватайте у микки представлен этот сорт и в этот вас третьем году можно найти в продаже считаю что за сущие копейки потому что сорт стоит однозначно внимание даймонд рим это голланд к это деточка мама цвела бабулетка и вот деточка тоже первое цветение показала личико это бабулеточка нравится мне этот сорт мне нравится что капризничает осушила несколько бутонов ну хотя бы показала мордашку я довольна что-то повторила мутацию мамы что мне нравится в буллетках этот эти бусинки чудесный просто прелесть что увидите у трим даймонд и у тарина буса прям желтые бусы не знаю бабулетки я к ним испытываю какое-то отдельное теплое чувство так здесь у нас азиатский кросс название у него мудреная кросс на двух родителей он все бесконечно между доращивает цветы посмотрите цветет и цветет благодарный цвета довольно таки долго держит плотный плотный воск шоколадочка такая довольно таки крупные цветы для такого рода азиатов листва тоже только массивная но скорее миди цветок наверное сантиметров 6 меньше хороший нравится мне это белая по краю нравится форма найти напоминает в картах треф что такое похоже микки голденсент отцветает но гонит новые цвета на смотрите сорт старательный благодарны очень вкусно пахнет доращивал доращивал видите так здесь у нас кадр попал брион покупался бабулеткой в первом домашнем цветении расцвел ну тоже есть небольшая мутация но конечно не такая какая была при покупке волнистый край видите красивый сорт даже без мутации я думаю что он будет более коричневым а вот такой желтый цыпленочек хотя вот на верхних сипалях коричневый прослеживается его видно снимаю вам без доцветки потому что она конечно искажает цвет растений ну вот верхний этаж вам показала вот еще один невероятный красавец моей коллекции года четыре назад я купила маму этого красавчика и как выяснилось мама оказалась без точки роста я мало то что купила не дешево так не продавец еще возместил часть суммы за этот за это недоразумение скажем так и это маму цвела все эти годы постоянно на двух цветоносых своих и дала мне еще за это время двух детей без всяких пас естественно это был пень который стремился детковаться и вот так получилось что пень погиб но он просто исчерпал свой ресурс уже и стивился и вот остальную такую деточку вторую я уже обменял на другую бабочку и вот эта девочка дала мне первое цветение полностью повторить мутацию мамы давно цветет видите один цветочек уже вянет прекрасный сорт я очень люблю magic art это голландский сорт моем случае я знаю что их азиаты начали клонировать частности садовник сон я можно у него найти эту бабочку так что принципе она сейчас доступна спасибо азиатам за то что они клонируют такие шикарные сорта огромное спасибо потому что если бы не вот эти старательные азиаты тайваньцы мы бы покупали продолжали покупать их в три дорога либо же просто пускали слюни дальше на такую красоту второй этаж моего стеллажа night writer бабочка бабочка но прошлое цветение она меня поразила всегда цветла бабочкой в прошлое цветение она выдала половину цветов на цветоносе бабочкой а половину три липсом я была очень рада потому что я обожаю такие сюрпризы а в это цветение смотреть первый цветок бабочка второй полу три липс лепесточек волосный три липс очень идет этому сорту цвета крупные трипсу night writer очень яркий запоминающийся эти две губы 1 губа 2 губа 2 губы сорт массивный крупный это стандарт но цветет обычно всегда пышно то есть каскадики прям выдает бутоны рельефные как кожаные неоднородные видите они бугорками мне нравится очень змеиная кожа хороший сорт рекомендую покупки но правда стал дорожать очень сильно и покупал его за копейки года три назад у продавца голландии но сейчас сорт многие еще многие хотят коллекцию но в цене вырос прилично ци калидоскоп это азиатский сорт такая бабочка считается но видите у нее нет ярко выраженных защипов где-то вроде они прослеживаются где-то нет медовое растение в горшке обычно цветут синхронно но в это цветение вот одна уже почти процвела а вторая только выдала цветонос сорт безусловно очень старательный работе работяг сам настоящий постоянно цветет но довольно быстро выгорает распускается более желтым потом эту желтизну теряет становится кремово-белым с такими малиновыми лепесточками смотрите какой пилор мне расцвел совсем крохотулечная массу не сидит в рюмочке не буду доставать и цветы очень крупные относительно такой маленькой розетки это джипао энджел азиатский сорт великолепный просто великолепный по мне так были дым и джекант если не губа губа отличается красивый сорт яркий колокольчики прям огромные давайте перейдем рядом это мне мини-дог сюда цветет бабочкой но в это цветение бабочка получилась такая бледненькая он обычно мне поярче никогда не дает много цветов всегда их 34 почему-то розетка мелкая потом спрятался мелкая розетка это взрослый растение ему уже много лет совершенно не занимает место все бархиды и так стояли не занимая место было бы чудесно сантьяк старается бабочка голландская гонит были проблемы была реанимация восстановил я его впервые опять цветет после этих самых проблем так здесь у нас сказка готовит цветочек сказка три липс это у нас санчин 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 три липс первое домашнее светение по моему него не ошибаюсь видите один цветонос такой разветвленный а вот сэшин бабочка тут два цветоноса я так закрепила чтобы сформировать потом конечно эти опоры я уберу будет очень красиво аромат стоит невероятные умеют три фабрики сейчас цветут здесь под носом аромат от них стоит о губу его 4 фабрика еще гонит цвету до тушки опять а фабрика цвела перед ними буквально всего мне их пять так спор леопард сорт азиатский очень хорош сорт который несколько лет был у меня в хотелках я не мечтала и выскала его не найти было днем с огнем но я очень рада что он появился в открытой продаже за небольшие деньги скажем так я так его хотела что мне было в итоге 4 но один погиб первый потом я купила еще три и вот эти три выжили два из них цвели вот это цветет уже второй раз бабочкой 2 тоже процвел бабочкой а третий сейчас вот гонит у тошки посмотрим как процветет нравится мне к сорт 2 я уже договорилась девочка 2 только бабочку я буду менять на три липс этого же сорта я в восторге от три липса сока даймонд очень красивый очень необычный резные лепесточки все как я люблю форму за кренбери классика голландия нашла его масс-маркете много лет назад постоянно цветет иногда бывает без мутации но в основном вот пилором прошу прощения с точки маленькие розетка компактная листики сизы с налетом таким вот сизоватым чем отличается формоза от монтерея похожего сорта на смотрите листву формоза листва компактная округлая и сизоватая есть обзоры этого сорта у меня на страничке кому интересно можно посмотреть сравнить особенности также у меня на странице много обзоров по фабрикам есть сравнение есть одиночные обзоры каждого сорта я являюсь с любителем парфюмерных фабрик и соответственно частенько делала обзоры и в этот раз я думаю так как они зацветают у меня одновременно я их обязательно сравнил еще раз покажу все вместе какой-то прекрасный пилор зовут его почему-то бинте но это не бинте пинте от немножко другой сорт это сорт сели 1 голландский сорт цветет он уже у меня второй раз домашнее цветение и второй раз вот так вот прилично цветов у дает на первый раз правда он очень недолго держал эти цветы не знаю с чем это связано сейчас посмотрим как будет в этот раз держать есть ведь немножко темновато поэтому изображение конечно не такое четкое хотелось бы смотрите какой интересный такой дом тут чистый пилор а тут что-то такое наполовину яркий сорт крупные цветы очень крупные колокольчики нравится мне этот пилор есть еще он и бабочка и без мутации продавался но пилор все-таки для меня самая интересная мутация у этого сорта так давайте к остальным фабрикам перейдем какой аромат здесь стоит невероятно если бы вы ощущали вот эта фабрика оранж она же ориентал у нее невероятно какая-то история она ко мне приехала издалека на два цвета но с тела бабочкой я всегда мечтала три липси и этого сорта потому что я считаю что это сорт именно ориентал самая красивая из фабрик вот эти переливы невероятно особенно у три липса она и бабочка хороша бабочка ведь но три липс просто бомба ну вот первым домашнее цветение она просвела у меня бабочкой как положено второе домашнее цветение она выдает мне цветы то бабочки то три липса через одного и вот третье домашнее цветение посмотрите это практически чистый три липс так что это такое растение два в одном посмотрите ну тут ведь есть лепесточки бабочковые справа и три липса вы слева вообще класс нюча тут еще и на сипалии выдала защипы смотрите чудо я мутант раз расту как хочу как говорится рядышком у нас одарион первое домашнее светение аромат невероятный ребята берите хватайте если вы любите ароматные орхидеи да есть мнение что фабрики суицидальные но узнаете получается у меня было всего 7 фабрик 2 погибли ну 5 фабрик то есть уже не первый год все растет у меня ничего да я проще стало философски относиться к потерям раньше я очень переживала в том числе вот у меня 1 дарю он погибло подарок мужа я прям убивалась я была очень расстроена эту одарион я купил уже себе сама вот единственные фабрики которая купилась сама вот эти две остальные фабрики это подарок моего мужа узнать что их люблю и по возможности мне дарил прекрасный сорт одарион опять же на моем канале есть обзоры его подробные сравнения как определить какая у вас из фабрик то есть по моим пяти фабрикам точным я рассказываю как определить что это именно этот сорт очень нравится в одарион действие посмотрите у всех фабрика не пятнистая но уже от условий от ухода от освещения много тоже зависит смотрите одарим как и пятнистая рядом а раньше не так выражен краб дарил просто очень красивый лист 5 5 прям леопард тут нас еще зацветают с полю как тебя зовут так господи давно не цвел маленький фон старый даймонд это восковой пятнистый малышек старается леодора бабочка правда на один цветонос прошлое цветение 7 цветов давала красавица тоже невероятно ароматный сорт нижний этаж сейчас у меня не цветет кто-то уже процвел кто-то отдыхает набирается силы я думаю весеннее цветение наберут дадут бутоны в контейнере на подоконнике у меня стоит малыши вообще прямом смысле это размер 1 7 это совсем кровь и в рюмочках тут довольно таки прохладно и я думаю что за счет этого конечно не всем это нравится но в основном многие выдают цветоносы потому что ощущают эти перепады температур посмотрите тут сколько у меня здесь цветоносами это все крошки так у меня пинк дрем зацветает потом формоза крэмбери крэмбери black and white вот такой вот восковичок очень красивый плотный плотные цветочки моменту нет розочку как там еще у меня с цветоносами смотрите первое светение это у нас азиатский сорт сейчас покажу точнее название sun beauty с постарался против по сорту по мутации как надо я очень довольна цвету правда не такой крупный как и ожидала но может быть еще подрастет венозный яркий рисунок смотрите он несимметричный от этого он еще интереснее жду распуска 3 бутона и уже поснимаю его тут у меня даже честно говоря забываю кто здесь у меня начинает свистеть потому что я малыша от не вытаскиваю только во время полива я заливаю я заливаю этот контейнер водой и потом сливаю лиолин оранж первое цветение тоже растет помутации кстати последние цветочки кто цветет впервые все меня радуют промахов практически не было чего не скажешь бассейне их цветениях но для меня прокинули расцвели не помутации том числе и дорогие сорта были вот великолепный сорт очень мне нравится он виде пилора как тебя зовут скажи мне пожалуйста мама твой склероз так это у нас летал джем страйпс много вариаций у литл джема есть бабочки пилоры разной степени рисунки выраженность полос мне нравится у этого пилора еще особенность у него защипы и на верхних сипалиях такой прям мини тюльпанчик смотрите как раз старался это его второе цветение сорт невероятно долго цветущий я помню в первое цветение он очень долго держал цветы я уже просто думал когда же он уже цветет сколько же можно то тем более он всего лишь малыш ну вот такой вот старательный малышок так это тоже первое цветение тоже расцвел по сорту по мутации но довольно таки быстро стал сушить цветы и сложно название что-то там красный прилет ряд на что-то ну зовется пока именем родителей своего имени так понимаю суток никому пока не дал симпатичный такой лопатовый окрас у питалий будто глазки желтенький смотрит на нас удивленно вот этот малышок пиагет и было всего три штуки когда покупала и мне удалось поймать но честно говоря не ожидала что цветок у нас только маленького размера всего три сантиметра это же второе его цветение готовил шесть бутонов но 20 что-то не понравилось ему сорт прикольный очень мелкий как от уличные лепесточки хотя растение уже взрослая я не знаю будет ли он крупнее посмотрим время покажет ну вот показала я вам те кто раскрылся но это видите на цветоносах на бутонах там мне еще как аду собирается свести посмотрим в основном все у меня на стеллаже вот так они выглядят без подсветки и вот так вот мы смотрим их течение всего дня дома вот с таким цветом ну камера конечно искажает на самом деле свет не такой яркий не так такой не такой розовый скажем так довольно таки приятное кремовое свечение видите вот лампа сейчас сверху вот она действительно такого цвета подсветка у меня работает с 8 утра до 9 вечера и зимой и летом я не разделяю времена сезонов кто-то ли это вообще не включает но я считаю что если растение стоит не на окне то летом ему тоже нужна подсветка ведь цветочки вроде тоже довольно условиями цветут радует меня да как у всех есть реанимашки есть проблемные растения видите вот так и наращиваю корешки листьями в воде и корешки таким образом хорошо растут растение стоят теплички покрыты сверху раз неделю открывая проветриваю меня водичку на листики замачиваю в препаратах каких-то сначала в лечебных потом стимуляторах витаминках и когда корешки наращиваются три-четыре корня довольно таки больших я сажаю уже и продолжают такие растения посажены тоже держать теплички видите закрыта они так у меня растут а то уже когда растение становится покрепче я уже помещаю к малышам от обычное освещение под под условия не тепличные точнее у нас за окошком солнышко тут у меня утепление на подоконнике потому что окно хоть и южная но тут довольно таки холодно на окне подсветка кстати нагревает довольно таки прилично здесь то есть когда она выключается становится холоднее на несколько градусов вот показала я вам свою оранжерею которая просто на небольшом участке размещена многие когда узнают что у меня порядка 100 орхидеи открывают рот и расширяют свои глаза где ты их держишь так я их держу на небольшом пятачке своей квартиры мне кажется люди думают что у меня вся квартира уставлена горшками но нет орхидеи у меня только здесь вот в этой комнате вот показала я вам свое цветение рассказывайте кто вам больше понравился о каких сортах вы мечтали бы в своей коллекции всем хорошего настроения мирного неба подписывайтесь на канал ждите новые ролики всего хорошего